После того, как Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, мы решили начать этот проект. Как раз была очередная годовщина сожжения Хатыни, мне вспомнилась детская история, когда, будучи школьницей, нас повезли в Хатынь, это была экскурсия, было лето, мы ехали в автобус, солнце светило, дети, нам было лет по 12, наверное, в то время, галдели, веселились, мы ехали на экскурсию. И вот мы приехали в Хатынь и нас встречают, вот, если вы посмотрите на первый наш плакат, нас встречает этот огромный колокол, который звенит, нас встречает фигура Иосифа Каминского с умершим сыном, погибшим сыном на руках, нас встречают пустые дворы и только комины, трубы, которые торчат и ведут нас на экскурсию и рассказывают, сколько в каждом дворе жило детей и чем они занимались в тот день, когда приехали фашисты и как их мамы звали домой. И, в общем, все это мы увидели, и когда мы уже ехали обратно, это был совершенно другой автобус, совершенно другие дети, это было глубокое молчание, у каждого было совершенно иное выражение леса, это было уже изменившееся наше сознание. И тогда мы подумали, что стоит начать этот проект для того, чтобы нынешние дети, нынешняя молодежь вот точно так же это воспринимала. Не так, что вот это когда-то было и надо это уже забыть, это давно дело, давно минувших дней, а именно вот так, как мы, потому что это наши предки. И, возможно, для того, чтобы не были в такой же ситуации наши дети, надо сегодня все это помнить, знать и сделать все возможное для того, чтобы этого не случилось. У нас в проекте появились самые эксклюзивные факты, фотографии, документы, которые до этого нигде не публиковались. Расследование открывает новые эпизоды, допросы новых свидетелей, и все это появилось впервые в Гротинской правде, а затем нашло свое место в этой книге. Мы решили, что в год исторической памяти эта выставка должна побывать во всех районах Гротинской области. Мы начали с Ощущенского района. За неделю, которая выставка была там, ее посетили 700 человек. И потом еще нашего корреспондента приглашали в школы для того, чтобы рассказать, показать все это. То есть это востребовано на сегодня, это воспринимается. Это люди должны знать для того, чтобы сберечь вот то, что мы сейчас имеем. Это все создано огромным трудом, то, что мы сейчас имеем, и мы должны сегодня в такой непростой обстановке это однозначно защитить. Детство мое пришлось на конец 80-х и 90-х годов. На то время каждый четко знал, что фашист это враг, что победителями в этой войне является советский народ. Это была та аксиома, которую, собственно, под сомнение никто не подвергал. Потом шел год за годом, развалился Советский Союз. То есть вот истина, которая, мне кажется, и под сомнение, доставить ее невозможно, она начала потихоньку ставиться под сомнение. И решающая роль западных союзников в победе. А в позаброшлом году выяснилось, когда провели анализ после событий августа о том, что попытки государственного переворота очень большое количество людей принимало, которые себя относили в той или иной степени, гласно, негласно, к неонацистским организациям. Выяснились и были установлены связи с зарубежными государствами. Когда начали уточнять, скажем так, вообще политику, там отношения к той же самой Великой Отечественной войне, отношения своих народов к Великой Отечественной войне, то ярко высветилось о том, что латышские формирования национальные, литовские формирования национальные, эстонские национальные формирования, украинские национальные формирования, хотя с украинцами там не все было, скажем так, однозначно, они принимали очень активное участие в уничтожении мирного населения Советского Союза и в том числе нашей области. Замечены были здесь уничтожения мирного населения и эстонцы, украинские формирования в том числе, знаменитый, как его называют, украинский батальон, который принимал участие в уничтожении той же самой Хатыни. Однозначно установлены люди, которые принимали участие в гибели деревни и уничтожении жителей, символа, скажем так, уничтожения мирного населения. Там по национальности были не только украинцы, там еще были и военнопленные, которые содержались на территории современной Украины и которые дали согласие на сотрудничество в дальнейшем с врагом, были зачислены в подразделения, которые занимались в основном борьбой с партизанами. Наиболее активное уничтожение мирного населения вместе с деревнями происходило там, где было наиболее активное партизанское движение. Я одна из тех журналистов, кто пропустил через себя все эти истории, побывал в экспедициях, поработал с людьми, повстречался и попытался все это изложить на бумагу, чтобы это осталось в веках. Война для меня не пустое слово, оба деда воевали, и семья сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, и как бы очень свято мы все к этому относились. Я еще росла в то время, когда ветеранов было много в нашем поселке. Но такого потрясения, такого катарсиса, какое я испытала, готовя эти материалы, встречаясь с людьми, я не испытывала никогда раньше, никогда прежде. Потому что это горе, кровь, слезы, потери. Люди теряли семьи, люди теряли детей. Где-то мать на руках держит ребенка, и фашист простреливает ее, и она всю жизнь, ребенок погибает, а она живет до старости с пулей в легком. И носит эту пулю, как память о том, что погибшим в своем ребенке. Где-то благодаря детям выжил отец, где-то остался ребенок маленький. То есть живые люди, которые еще помнят, свидетели, рассказывали все это, естественно, со слезами. Естественно, воспоминания даются очень тяжело. А я после этих материалов, после подготовки, очень долго не могла нормально спать. И мне снились постоянно, снились эти вот ямы, люди, руки детские.